Ну, во-первых, здравствуйте, а во-вторых, встречайте! В моих руках поистине чудо-чудное и диво-дивное, мимо такого напитка я пройти, естественно же, не смог. Да и название у него какое, из двух слов. Рябина, яблоко, ни больше, ни меньше. Ах, чпок, нах. Ну, я думаю, первую пробу можно из горлица-то снять. Прекрасно. Пенится-то как. Как будто в детстве вот были такие лимонадики, точнее соки, натуральные такие, вот пюрешка яблочная. Ах, хе-хе-хе-хе. Ёптить, а. О-о-о. Прям заново перерождаюсь. Или в маразм впадаю. Не знаю, еще не решил. Так, ну ладно, немножко побуду в образе, потом разгримируюсь. Давненько-то не было подобного. Но вкус очень интересный. Во-первых, я не чувствую, что это что-то ядрёно-спиртяжное. Во-вторых, пахнет-то яблочком, рябиной? Не думаю, но яблочком пахнет точно. И во вкусе оно есть. Вот мякоти не хватает. И чтоб тебе лет пять было. Да. Чуть-чуть горечи. Терпкое такое. И такое слегка подпротисшее яблочко. А вот мне чем-то напомнило в дешманских отелях, когда утром идёшь завтракать, вот там сок есть. Часто такой сок, там стоят большие баллоны охлаждаемые. Как раз, знаете, хорошо, когда вот это вот всё. И вот там яблочный сок, он обычно вот какой-то такой вот, ну вот не сказать, что его развели из какого-то порошка, но вот какой-то самый дешманский, дешманский, дешманский сок, который вообще существует в мире. Вот он, да, налит. Но это как утро. И он ещё и холодный, поэтому он заходит на ура. Прикольная штука, вот что они говорили. Странная, непонятная, но забавная. Внешне у нас здесь яблоко-рябина. Неудивительно, да? И написано, это же самое. То есть никакой интриги. Произведено в России. И этикетка выполнена в таком элегантном стиле, как будто она стояла на улице под дождём и начала немножечко-немножечко цвета свои менять. Такой эдакый хамелеон. Плодовая алкогольная продукция полусладкая. Рябина, запятая яблоко. Не и. Не яблоко и рябина, а рябина, запятая яблоко. Как вот в одном сериале, когда ректор, филин. Так ты определись, ты ректор или филин. Ну как ты здесь? Рябина и яблоко. Что, нельзя было букву И поставить? Вот что такое? Состав. Сброженный сок яблочный, концентрированный, восстановленный. Сброженный сок рябиновый, концентрированный, восстановленный. Что-то они все восстанавливают, ты посмотри, а. Хорошие люди, все восстанавливают. Сахар белый, тоже хорошо. Пищевые добавки, регулятор кислотности, лимонная кислота, антиокислитель диоктит серы, консервант, сербат калия, приготовленный из восстановленного, концентрированного плодового фруктового сока яблочного рябина. Это те, кто не понял, что они все восстанавливают. Они нам дополнительно еще вот второй раз, вот как вот, значит, вот если ты тупой окончательно, вот читай еще раз, что все из восстановленного. То есть, вот, ни бито, ни крашено, восстановили. Изготовитель ООО «Минераловодский винзавод». Адрес производства Старопольский край, поселок Первомайский. И крепость, крепость, знаете, доподлинно установить не удалось, поэтому пишут «Коридор» 11,5-13,5 оборотов и массовая концентрация сахара 45,0 на ДМ кубический. Но она не сладкая, она не сладкая, вот не надо здесь вводить заблуждение. Ежели любишь сахарок, подсласти. Ах, перчаточка заела, у меня же закуси есть. Сухари, сухаренко, сухаридзы. Ну, пить точно вредно. Нет, я уж сухари. Это наше время. Сушили так сушили. Грызанёшь, так ползуба нет. Ооо. Прикольная, конечно, вещица. Выглядит бомжатски. С той, той же, но в этом вкусе что-то есть. Яблоко и рябина. Ну, не забывайте ставьте лайки, нажимайте колокольчик, если на ютубе смотрите. Нажимайте кнопочку «Подписаться», где бы вы ни смотрели. Пишите вот такие вот большие комментарии. Ну, конечно же, за меня спасибо и за вас. Магия монтажа, и я на месте. Просто в старых очках сидеть, честно говоря, тяжеловато, потому что, ну, у кого астигматизм, тот, я думаю, меня прекрасно поймёт. Вот, есть привет. Итак, властью данные мне ютубом привет, и отправляются Вадиму, Игорьку и Лене из Саратова. Всем здоровья, хорошего настроения. А теперь немножко помоделируем разные ситуации. Поговорим более детально об всём напитке, имеющем просто волшебное название. Рябина и яблоко. Вот вопрос не покидает меня. Почему не рябина и яблоко? Не яблорябин какой-нибудь, ещё чего-то. Ну, рябина и яблоко. Вот настолько вот, знаете, как когда не хочется заморачиваться, и не то, что не хочется, а вот вообще, вот знаете, вообще похеру на всё. Всё, вот сделаем вот так. Здесь они, тем более, через запятую. Ну, поставьте И или буковка И дороже стоит для производства этикеток. Ну, короче, просто всё это вот сразу тебя на какой-то такой определённый лад настраивает, что ты понимаешь, что это настоящая бомжигниль. И эта бомжигниль по ценнику как раз-таки оправдывает своё название. А вот вкус, а вот здесь уже гораздо интереснее, потому что оплеваться-то не хочется. Да, вопросы есть, вопросы сейчас я буду задавать. Ну, это действительно, это яблочко. Не супер сладко. Я думал, сейчас будет какой-нибудь такой удар с сахарным копытом врыва, чтобы, знаете, вот, чтобы за душу зацепило, чтобы торкнуло мощнейше. Ни хрена подобного. Действительно, яблочко, вот вкус какого-то детского такого вот напиточка, детские пюрешки какой-то, вот как раньше они были в такими небольших таких бутылёшках с мякотью. Приятненько, всё приятненько. Немножко-немножко горчинки есть, кислость чувствуется такая вот, а-ля где-то что-то когда-то прокисло, но мы это, конечно же, восстановили. Вот это вот, понимаете, самое главное, что главное восстановить. То есть, запороть любой может, а вот восстановить. Короче, давайте теперь такие варианты. Всё-таки 11,5-13,5 градусов, это не так много. И, ну, это не какой-то косорыльник уже. То есть, напиток для того, чтобы вкусить. Добавим сюда вот челы колодезной, которая по дизайну, в принципе, где-то близка к данному шедевру. Всё равно, яблочко. Вот яблочко, причём, вот дешманский сачок и, ну, неплохой запах. Вот действительно ты здесь хорошо ощущаешь яблочко. Что тебе ещё надо? Хороняка! Яблоко дали? Всё, сиди. Вон, жуй. Кстати, меня тут больше недели не было. Я реально заболел очень сильно. Видать, ковиднулся. Все уже переболели, а я только вот пришёл на эту дорожку скользкую. Ну, ещё до сих пор ещё не прошло. Потому что ещё нос периодически закладывает, кашляет. Постоянно вот я говорю, и постоянно хочется откашляться. Так что, дорогие мои друзья, не болейте. Всем здоровья. Даже одноклеточным, кое-как развелось что-то в последнее время. Просто вот, ёптыть, сколько. Заболели? Лечитесь. Лечитесь, выздоравливайте. Давайте, всем здоровья. Вот сводка очень резко получается. Как будто вот вместо тапочек одел какие-то два аппликатора кузнецова сразу на ноги. Ну, вообще, это фигня получается. Не дружат. Эксперимент номер два. Так скажем, для тех, кто знает, что такое жизнь, любит её подёргать, пробуем. Медовик. Передовик. А вот это дело. Вот это прям вообще фаза ноль. Шикос. Ну, конечно же, никому не рекомендуется делать так, как делаю я. Потому что это же контент развлекательнее. Так мы тут плюшками балуемся. Вообще никогда не пейте. Пейте вредно. Слушайте, ну вот эта вещь, вот это было весело. Ещё вот чутулю. Совсем под дышечки. Это у меня бесёнок вселился. Да сколько не было меня на свободе. Ух-ух-ух-ух. Лежал там, болел. Ёлки-палки. Температура такой не было. Я не знаю, мне кажется, последний раз я так болел сильно в детстве. Хоть кому-то пожалуюсь. Да, вот, кстати, как за пивон отлично максимально быстро убивает вот этот вот мразовкус от медовика и не сладко, не приторно. Достаточно так нейтральненько. Так, а теперь давайте думать, рассуждать, а потом уже будем итоги подводить. Для кого это? Пишите в комментариях. Очень интересно. Пишите в комментариях ваш вариант применения данного напитка. Потому что, ну, как-то вот слабо я себе представляю. Допустим, парень такой думает, ну, сейчас я приглашу свою может быть, любимую, а может ещё не любимую какую-нибудь девчатину. Вот я сейчас рябинушке-то на яблоке напузырькаю и всё у нас с ней сложится. Наверное, не пойдёт. Как-то вот, знаете, вот сразу внешний облик напоминает о чём-то очень плохом, так сказать. Вот навевает сразу глубина падения полнейшая всего. в качестве разогрева перед каком-то бухичем. Ну, может быть. Но я не знаю, я не фанат такого. Запион, да, как вот опытным путём было выяснено, но это опять же, это всё уже попахивает некоторой колдырятиной. Видите, вот. Хрипы-хрипы. Как, допустим, напиток использовать его, может быть, летом добавить льда, ну, тогда его надо перелить во что-то. Вот, абсолютно однозначно его надо тогда во что-то переливать, потому что, ну, блин, ну, это херово выглядит. Это херово, убого, и действительно, вот как-то вот навевает такие вот какие-то, знаете, как дворник последней надежды. Вот. Метла, веник, если нет в кармане денег, привяжет и к швабре веник, и всё такое. Потому что, конечно, как-то всё это да. Если говорить по вкусу, короче, походу уже так плавно к итогам переходим, если говорить по вкусу, то рябина, ну, не знаю, что они здесь от рябины имели в виду, может быть, терпкость какую-то, такую небольшую, которая здесь присутствует, а яблоко есть, яблоко здесь точно имеется. Есть кислиночка, она не сильно сладкая. То есть, как напиток сам, в принципе, он очень даже неплохой. Ценник, 79 рублей. 79 я брал, это дело в КБ, появилось у нас не так давно. Прошу прощения. Вот за вкус и ценник я бы четвёрочку-то поставил, но вот это вот всё внешне, вот это всё внешне, это двойка с минусом, это вот полная херабра, такое welcome to the безнадёга. Ну вот можно же всё-таки это сделать несколько более привлекательным для адекватной половины человечества, конечно, к которым я себе не отношу. Если вы романтик в душе, человек, готовый к разного рода экспериментам, если вам надоело всё привычное, вы ищете что-то, чтобы вас зацепило, ну, мнение, конечно же, моё, ни в чём не разбираюсь, тем более в этом. Ну и, конечно же, желаю всем ещё раз здоровья, друзья, за вас. До скорого. до скорого. До скорого. Продолжение следует...